На Южном Урале начались выплаты, о которых просили президента многодетные семьи. Жители области теперь могут получить денежную компенсацию вместо бесплатной земли под строительство дома. В Копейске, к примеру, заявки подали уже пять семей. Как оформить документы, расскажет Егор Хвисюк. В отделение соцзащиты семья Подоляк заходит почти полным составом. Только среднего сына Арсения пришлось оставить в детском саду. А вот старший Иван и младший Лев поддерживают родителей. Анна Подоляк заполняет документы. Скоро семья получит средства на первоначальный взнос на новенькую трехкомнатную квартиру в центре Копейска. Как третий у нас родился ребенок, мне кажется, как раз в этот период и приняли такое решение. Я еще на самом деле не верю. Не осознаю полностью, что скоро все будет. У нас будет своя квартира большая, где мы будем уже обустраивать всю детскую. То есть делать все так, как нам хочется. Квартира действительно будет. Заявление рассмотрят в течение месяца. В этом году в регионе принят новый закон. Многодетные семьи могут выбрать. Взять бесплатную землю под строительство дома или получить денежную компенсацию. Копейское отделение соцзащиты уже направили заявки пять семей. Людям это выгодно и людям это нравится. Конечно же, это хорошо. Консультации уже очень много было получено. И звонки телефонные поступают. И для людей это мера востребована. Впервые о возможности обмена земли на деньги заговорили во время визита в Челябинск президента Владимира Путина в ноябре прошлого года. Главе государства обратился мастер цеха компрессорного завода Евгений Крутиков. Многодетный отец пожаловался. Землю он получил. Но возможности построить дом нет. К разговору подключился губернатор Борис Дубровский. Он отметил, в регионе уже изучают вопрос. Мы рассматриваем такой вариант. Не вы часто двигаться, а через деньги. Можно посмотреть еще вариант софинансирования. Уже в июле этого года новые правила одобрили депутаты. Теперь многодетные семьи получат 250 тысяч рублей вместо земельного участка. При этом в семье должно воспитываться 3 или более детей до 18 лет. Или до 23, если они учатся в ВУЗе на очном отделении. Деньги можно потратить только на определенные нужды. Может быть направлено на конкретные цели. Во-первых, это при покупке жилья или участие в долевом строительстве. Эта выплата может по договору направлена на эти цели. Если уже есть ипотечный кредит, выплата может быть направлена на погашение основного долга и погашение кредитов по ипотечному кредиту. Чтобы принять решение, куда потратить деньги, у семьи есть 6 месяцев с момента подачи заявки. Если этого срока не хватит, документы можно подать заново. В этом году выплату могут получить 100 семей. В следующем – 350. Егор Хвисюк, Павел Головин, Павел Клементьев, ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok